В этом году фонд капитального ремонта полностью завершает замену лифтового оборудования в многоквартирных домах республики. Но по мнению местного казначейства, делает он это с явными нарушениями. Да и сумма недочетов совсем не маленькая – более 40 миллионов рублей. Казначейская проверка фонда капитального ремонта редко проходит без выявления нарушений, которые позже оспариваются в суде. И практика здесь не нова, но в этот раз надзорники, можно сказать, установили своеобразный рекорд. В этом году основным из нарушений, самым «дорогим» в кавычках, это было нарушение по увеличению работ по замене лифтового оборудования. И по мнению казначейства, увеличение объемов могло быть только увеличение на количество лифтов, то есть на количество лифтов поштучно, что, конечно же, невозможно. Тем не менее, закон говорит, что увеличение объемов допустимо, и при увеличении объемов можно увеличивать стоимость контракта. Это мы и будем доказывать в суде. Тот факт, что неоднократно суд вставал уже на нашу сторону, он обнадеживает в этом вопросе. К слову, капитальный ремонт лифтового оборудования – такой комплекс работ, где требуется не только установка кабины, но и нужно демонтировать старые агрегаты, заменить электрооборудование, машинное отделение. Поэтому и сумма работ может варьироваться, пояснил Сергей Душенко. Как ни странно, у казначейства нет претензий по поводу того, что капремонт вообще взялся за эти работы. К тому, что эти работы выполнены, даже у казначейства претензий нет. И претензий именно в том, что могли ли мы эти работы дополнительно оплатить. Поэтому, конечно же, нарушение в интерпретации законодательства. В региональном казначействе, в свою очередь, отказались комментировать ситуацию до решения суда. Но мы всегда готовы предоставить слово и второй стороне. Константин Аникин, Андрей Ралов, Новости.